МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну все, пора. Надо идти. Я не прощаюсь. Скоро увидимся. Упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, Кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, И небо их оставило себе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Самолёт у тебя какой? Можно? Истребитель. И-16. Лётчиком хочешь стать? Так точно. Молодец. Держи. Бабуля, хороший внук у вас. Хороший. Лётчиком будет. Так, ну что, берём чемоданы? Спасибо. Что? Нас встретят. А, ну, тогда счастливо. А с тобой увидимся в небе. Ликист, мам. Здравия желаю. Здравия желаю. Ну, не послышалось, или вы действительно говорили о будущих лётчиках? Да я тебя послышалось. Мы с Костей приехали поступать в лётку. Специальным комсомольским набором. Ну, вот, Борячок побежал. Ты тоже? И я в лётку. Володя Самойлов. Вася, остаток. Все приятно. Вася, ты знаешь, у меня глядя только... Костя, ну погоди ты, вот человек с нами. Поехал в лётку поступать. И таки, зато ты решил сломать ему руку. Силища у тебя, конечно. Да то, гордость моя, архангельский паренёк потомок Ломоносова. Я с Одессы, Костя Морецкий. Я Володя Самойлов. Ребят, а как доехать до этого училища? У меня адрес есть, а как ехать не знаю. А вы? И мы не знаем. Пока. Стойте так. Шебутуй паренёк. Ты где служил? На западной границе. А ты? Я в Средней Азии. Походил к вам в погранцы, но записали в артиллерию. Ну, ничего. Это бывает. Да уж. Форма у вас красивая. Петлица зелёная. Не говори. У лётчиков, опять же, на моряков. А вы что, мазуты? Поварищи бойцы, ноги в руки. Договорился с мужичком. Поедем красиво на полуторке до ворот училища. Быстрее, в бидонах молоко прокисли. Молоко. Товарищ Морецкий. Я. Товарищ Астахов. Я. Товарищ Самойлов. Я. С сегодняшнего дня зачисляйтесь на довольствие, как поступающие в лётное училище. Так что отправляйтесь в казарму и готовьтесь к экзамену. Товарищ старший лейтенант. Так, не волнуйтесь. Её отнесут в комнату уртах. Есть. Здесь. Дай посмотреть. Я на можно не успел записать. Нет. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да Ой, Коля, извини, сейчас я, на секундочку, по территории очень-очень нельзя ходить Да ладно Простите Извините Обследуете территорию? Нет, просто... Вы еще не курсант? Вам здесь нельзя без разрешения А с чего вы взяли, что я без разрешения? А? Мне так показалось Ну, просто мне показалось Ну, хорошо Тарасенко Товарищ полковник, курсант Тарасенко по вашему приказу прибыл Стать строй Есть стать строй Товарищи курсанты, поздравляю вас с зачислением в училище Ура, 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 ура! Вторая и третья учебная эскадрилья Направо! На занятия шагом марш! Спрашивайте, Самойлов У меня вопрос А где находится заслонка управления из кабины и выхлопная труба подогрева корпоратора? Ответите Разрешите Заслонка управления Заслонка управления Здесь, здесь, здесь Вот там, да? Ля, ля, кишки пустят Что вы как дети? О! Что, помороженные в кино? В Нью-Йорк, 22-й По пивку и на танцы Малец, вы же не умеете танцевать Я-то не умею танцевать Смотри, вот так, можешь? Хоп! Так, лучше сейчас 150 и в комендатуру сразу Всем Какая комендатура? Подожди Не мой Не Тихо Тихо Девушки, осторожно, нужно Повнимательно Следить за собой нужно А что такое? А что такое? А что случилось? А я вам сейчас объясню, что случилось Вы видели, мимо кого вы проходите? Это ж гордость советской авиации Посмотрите назад Это ж орлы Раз, два, три Угу Комнатные Первые увольнительные К самолету, наверное И близко не подходили Пойдем в фае Это мы-то близко не подходили к самолету Ну ага Как вам только не стыдно людей-то пугать? Ну? Вас надо всех в милицию сдать Милиция? Хуликан Ути-ути-ути Это я вам скажу не Одесса Юмор, напрочь, отсутствует у людей Ну что, климат не располагает, понятно По мороженому и в кино Ну да, смотрите Скорее, может, в небо Лиза Разрешите вас проводить? Разрешаю Мне недалеко Общежитие-педучилище В одном квартале отсюда Жаль Что жаль? Что недалеко Николай, почему авиация? Вы же могли стать учителем Литератором Поэтом, в конце концов Ну уж Поэтом Нет, Лиза Я хочу летать Я это точно знаю Точно знаете? Да Хорошо, когда человек точно знает, чего хочет Это у меня не получается Ну, Лиза, вы не представляете какое-то счастье Летать Вы так говорите, как будто уже летали Нет, не летал Ну, я точно знаю, что это мое Ну, я точно знаю, что это мое Послышали, Жуковский сказал Человек поднимется в небо Опираясь не на силу своих мускул А на силу разума Красиво Очень точные слова Да Да Я бы добавил, кроме разума Нужна воля Я уверена, что вы станете очень хорошим летчиком Я уверен, что хочу проводить вас еще раз Свою следующую волонтерную Быстро вы меняете тему Становись! Ну, живее, живее Живее! Кукушки не оставай! Не на месте Товарищи курсанты Сегодня важный день В жизни каждого из вас Сегодня вы в первый раз Подниметесь в небо Астахов? Я! Морецкий? Я! Самойлов? Я! Тарасенко? Я! Воронин? Я! Кукушкин? Я! Выйти из строя Машина номер двенадцать Старшей группы Морецкий Есть! Подай Одеров! Я! А инструктор что-то милковат Малый золотник, да дорог О-па-па! Дамочка! Да а ну, Костя, я послеводительный визит Дамочкой мери Вася! Стой-ка, стой-ка! Вася! Я ж тебе сказал Не понял Первый полет с девицей Да они и издеваются над нами Почему не докладываете? Кто старший в группе? Я, курсант Морецкий Не надоело улыбаться? Докладываете? Первый взвод прибыл для выполнения первого полета Старшей группы Я, курсант Морецкий Астахов Я В машине Есть! А я хочу другого инструктора Что значит хочу? Вы в армии, курсант То и значит Я не хочу, чтобы меня учила летать женщина Курсант Астахов Где? Оставить посадку Фамилия? Тарасенко Курсант Тарасенко К машине Сесть машина, курсант Тарасенко Боитесь От машины Есть Ух Выключено! Провернуть винт Контакт! Есть контакт! Сильная фемина Да, сам ты фемина! Девушка-пилот Это же прекрасно! Девушка и полет Прекрасно! Паразит этот Тарасенко! Я думал, первым из вас плечу! Заглок, что ли? Нет! Посадка с выключенным двигателем! Падает? Да нет, планирует! Ага! Только Тарасенко за это не предупредили! Он, наверное, уже прощальную песню запел! СМЕХ 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 Морецкий! Посмотри! Самойлов! Воронеж! Давай к нам! Веди к нам, летчик! Так, давай! Так, так, давай! СМЕХ Да, вон он, крылья не сломай! СМЕХ 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 Герой! Кто следующий? Нажите мне! Курсант Самойлов! Разрешаю! Вова, а я? В сторону! Не скучайте! Не дождёшься! Готовы? Готов! От винта! У вас, товарищ капитан. Капитан Самойлов слышит. Самойлов, здорово! Нет Акимов из СМЕРШа. Помнишь, аэродром-ловушку? Ну, как же не помнить? Здравия желаю, товарищ майор. Уже подполковник. А, рад за вас очень. Слушай, помнишь, ты мне рассказывал про одного немецкого аса? Ты тогда мечтал с ним в небе повстречаться? Про Юргенса? Во-во, про него с того. И что? Ну, поймали мы, Володька, тут одну паскуду эсэсовскую. Так он нам одну очень интересную вещь рассказал. Я уверен, ты будешь меня осуждать, Отто. Я попросил своего дядюшку похлопотать в Берлине за мой перевод на Западный фронт. Это твое право, Альфред. Я останусь здесь до конца. Один черт, где встретит свою смерть. Что здесь? Что там? Конец один. Как слетали? А где Шиульс и Хоффмайер? Они не вернутся. Мы наткнулись на большую группу Петляковых. Их прикрывали всего две пары яков. Шульц попросил нас связать боем истребителей. Мы с Максом кинулись на яков. Нам удалось отвлечь их. Мы закрутили славную карусель. Шульц и Хоффмайер не успели добраться до бомбардировщиков. Откуда-то сверху на них свалилась целая стая истребителей. И что дальше? Самолет Хоффмайера взорвался почти сразу. Не думаю, что после этого ему удалось прожить больше секунды. Шульц ушел вниз и попытался закрутить их на вираже. Но у него ничего не вышло. Я видел вспышку над самыми деревьями. Больше я не стал ничего разглядывать. Бросил машину в пике и с трудом оторвался от Яков. Максу тоже повезло. Боже, Шульц, какой был летчик. Я же вас предупреждал, никаких маневренных боев с русскими. Мы не в сорок первом году. Теперь у них хорошие самолеты. Да. Их пилоты много чему научились. Сволочи. Испортили ужин. Разрешите, товарищ полковник? Володя, заходи. Рад видеть. Взаимно. Присаживайся. Ну, как там в полку? Да все нормально. Ребята вам привет передавали. Угу. Ну, а вам как на новом месте? Да не хватает мне вас рядом. Вы же мне как семья были. Ладно, давай. Выкладывай, что там у тебя? Юргенца помните? Ну, еще бы не помнить. А ты все надеешься его поймать? Так точно. И похоже, у меня есть шанс. Только без вашей помощи мне не обойтись. Угу. СМЕРШу стало известно, что немцы расшифровали коды авиакорпуса. И теперь они сбивают наши транспорты глубоко в ТЛУ с помощью охотников. Так вот, этими охотниками руководит Юргенс. Лично. Лично. Что предлагаешь? Предлагаю дать радиограмму, дизинформацию о прилете группы генералов. С указанием точного места прилета. Если немцы читают наши шифры, то на перехват самолета Юргенс прилетит лично. А уж на этот раз я его не отпущу. Ты понимаешь, Володя? Мне нужно все это обсудить с Греминым. С контрразведкой. А они, как ты сам понимаешь, люди непростые. То есть, вы считаете, что могут возникнуть возражения? Вполне. Не помешало? Нет. Что это? Простраиваю оптимальный маршрут. Смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Наш аэродром переводят. Говорят, вот здесь тоже ненадолго. Как думаешь, Володь, мы еще встретимся? Как только война закончится, мы увидимся. Все увидимся. Володя, я ты, Костя Морецкий. Слово даю. А потому, товарищ генерал, я считаю, что наша совместная операция не проработана и не нужна. Разрешите, товарищ полковник? Не разрешаю. Вы, подполковник, тоже хороши. Вместо того, чтобы втягивать летчика в разные авантюры, должны были сначала спросить разрешение у своего непосредственного начальства. Впрочем, мы об этом поговорим позже. Отдельно. Разрешите, товарищ генерал полковник? Входи, Виктор Григорьевич. Здравия желаю. Полковник Яшин, замкомандира авиакорпуса. Это его орлы охотятся за Юркинсом. Садитесь. Мы с вами раньше не встречались? Встречались. В начале войны. А, командир ангелов-хранителей. Так точно. Видишь ли, Виктор Григорьевич, тут такое дело. Наши товарищи из контрразведки категорически против проведения этой операции. Мы не можем этого сделать. По оперативным соображениям. Очень жаль. Мы упустим опытного немецкого аса, летчика, который руководит многими операциями Люфтваффе. Разрешите обратиться, товарищ полковник? Обращайтесь. Капитан Самойлов. Командир эскадрильи. Это моя идея о перехвате от Юркинса. Юркинс — непростой немецкий летчик. Это один из лучших асов Люфтваффе. Любимец Геринга. Герой Третьего рейха. На его счету десятки сбитых советских истребителей транспортных самолетов. А это жизни наших боевых товарищей. В том числе моих близких друзей. Я все понимаю, капитан. Но и ты тоже пойми нас. Мы хотим использовать эту ситуацию для большой радиоигры. Товарищ полковник. Вы помните тех двоих? Анилов. Как вы сказали? Я их не забуду, пока жив. Кстати, как они? Морецкий уже никогда не будет летать. Он в госпитале. А тот, что покрупнее, Астахов, он погиб. И сбил его. Именно Юргенс. Акимов. Я. Возьми наших радистов. И передай по каналам связи авиакорпуса. Тут из информации, которая нужна летчикам. Есть, товарищ полковник? Взбей его, капитан. Собью, товарищ полковник. Собью. Вовка! В которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету. Кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо. И небо их оставило себе. Мmana Альоза. Субтитры создавал DimaTorzok